Время новостей на телеканале Север. В студии Ксения Носова. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. 8 новых выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Лечение получают 53 пациента. Уровень заболеваемости в Ниньском округе прогрессирует. В нашем выпуске репортаж из красной зоны Ниньской окружной больницы. В день флага и герба Заполярного района в его административном центре поселки Искатели презентовали гимн района. Его исполнил оперный певец из Санкт-Петербурга Юрий Заряднов. С 1 июля многие социальные и пенсионные выплаты переведут на национальную платежную систему МИР. Обо всем, что нужно знать по этому поводу, расскажем сегодня. 8 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в округе в минувшие сутки. Лечение от COVID-19 получают 53 человека. На учете в Управлении Роспотребнадзора в настоящее время состоит уже почти 200 человек, которые должны пройти тесты на выявление коронавирусной инфекции. Репортаж из красной зоны Ниньской окружной больницы. Уровень заболеваемости коронавирусной инфекции растет день ото дня. Это уже третья волна эпидемии в Ниньицком автономном округе. Медики отмечают, по сравнению с предыдущими периодами, она началась как-то по-особенному внезапно. Ведь еще в начале мая на протяжении двух недель в регионе не фиксировались новые случаи заболевания. Все началось после майских праздников. Усугубилось период летних отпусков. Жители округа, возвращаясь из-за его пределов, все чаще стали привозить с собой домой и вирусную инфекцию. Эта волна более остро началась. Сразу захватило большое количество населения. Как на амбулаторном звене, так и на стационарном звене. Ну и однозначно надо сказать, что сейчас молодой возраст заболевших встречается несколько чаще, чем осенью и прошлой весной. В настоящее время в Ненецкой окружной больнице развернуто 30 коек для ковидных больных. Занято две трети. Еще семь коек специализированы реанимации. В реанимации в принципе поступают больные очень тяжелые. Сейчас у нас один больной крайней степени тяжести. То есть изначально поступал крайне тяжелый. То есть до последнего пытался ходить на работу. Но дошло до того, что сразу с приемного покоя положили в реанимацию. И двое очень тяжелых. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В последнее время поступают достаточно запущенные пациенты с большим убьем и поражением легких. Как правило, практически у всех не менее 90% поражения. Есть некоторые сопутствующие заболевания. Один из заболевших COVID-19 скончался на этой неделе, пополнив печальную ковидную статистику. Ему было около 60 лет, почти 60. Там было огромное количество хронических заболеваний. Сердечно-сосудистые патологии затронуты, легкие были. Ревматическая патология была. И последствия острого нарушения мозгового кровообращения. То, что называется инсульт. И, конечно, чем больше вот таких заболеваний, тем больше вероятности не просто попадания в реанимацию, а возможности летального исхода. Войти в так называемую грязную зону просто так нельзя. Строжайшие меры предосторожности. Медики соблюдают их тщательно. Говорят, многие сами переболели. Не дай бог еще раз это пережить. Чтобы пройти в ковидную реанимацию, необходимо надеть защитный костюм с капюшоном, бахилы, маску, очки и перчатки. Представьте, что вот в такой одежде вам предстоит провести целых 12 часов. Именно столько длится смена у врачей и медицинского персонала. Возможность развернуть дополнительный коечный фонд для больных коронавирусной инфекцией у Ненецкой окружной больницы есть. Возможность есть развернуться почти на 60 коек. То есть если у нас будет приближаться количество к 30, то есть больше одного отделения, тогда уже будет речь идти о развертывании еще в одном отделении. Примерно такого же количества коек. Если вы не хотите на них попадать, то задумайтесь в первую очередь о вакцинации от ковид-19. Особенно это важно сделать людям, имеющим хронические заболевания. Если внимательно посмотреть аннотацию, там ведь не написано, что при всех хронических заболеваниях нельзя вакцинироваться. Ни в коем случае. Там речь идет о последних стадиях заболевания печени и почек. Все, при всех остальных-то можно. В Ненецком округе от коронавируса умерло уже 5 человек. Все они имели хронические заболевания. Записаться на вакцинацию можно через портал госуслуг, либо в своей медицинской организации. Берегите себя и своих близких. Илья Сахаров, Ольга Малыгина, Владислав Носкин, Телеканал Север. 25 июня Заполярный район Ниньского округа отмечает День флага и герба. К двум официальным символам в этом году добавился еще один. Это гимн муниципалитета, который был принят в ходе заседания 16-й сессии Совета депутатов Заполярного района. О том, как создавалось произведение, смотрите в нашем следующем сюжете. Слово Александры Литковой. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Эти строки из нового символа Заполярного района как нельзя лучше передают национальное единство и любовь к родине. На торжественном мероприятии в День герба и флага Заполярного района гимн исполнил оперный певец из Санкт-Петербурга Юрий Заряднов. Это должна быть простая музыка, для народа видена, чтобы не было каких-то сложных мелодических мелодий, так скажем. И с профессиональной точки зрения сделан гимн. Поэтому все решили, весь совет проголосовал, что именно вот эта песня, она похожа именно на настоящий гимн. Презентацию гимна приурочили ко дню флага и герба Заполярного района, который отмечают здесь с 2008 года. Эти символы, которые мы с ними живем, мы с ними гордимся и, конечно, гордимся тем, что они олицетворяют. Это бесконечную тундру, ее богатство, это широту наших рек, глубину наших озер, это моря, которые нас омывают. И, конечно, прежде всего, это люди открытые, добрые, красивые, неравнодушные. Это те, кто трудятся в Заполярном районе, которые составляют его красоту и гордость. Открытый конкурс был объявлен в рамках подготовки к празднованию 15-летия района. С 22 января по 24 мая этого года конкурсная комиссия проводила прием творческих работ от жителей Ненецкого округа. Всего на рассмотрение было прислано семь гимнов из Красного поселка Искателей Коткина и Нарьенмара. Профессиональное жюри в составе 12 человек единогласно приняло решение о том, что лучший вариант гимна был создан Татьяной Левчаткиной, автором музыки, и Ольгой Пашун, автором слов. При этом конкурсная комиссия узнала имена победителей только после подведения итогов. Как отметили члены жюри, все работы были достойными. Затем в ходе заседания 16-й сессии Совета депутатов гимн Заполярного района был также единогласно принят. Если коллектив хор Тимзович Куржева, я бы хотела обратиться к тем авторам, которые, ну, чуть-чуть не повезло им, но у них хороший текст. И я бы хотела, чтобы, наверное, мы с коллективом все время попросим, возьмем эти песни и будем их исполнять. На самом деле очень классно, вообще хорошие, бесподобные тексты были. Но вот этот текст, он был самый сильный, самый мощный. И самое главное, что он, эта песня была, так, и музыка, и текст, вот как настоящий гимн Заполярного района. Все подмечено тонко. Как признаются победительницы, изначально они решили, что нужно придумать гимн поселку искателей. Но, разобравшись с положением конкурса, написали новый текст к уже готовой музыке. Мы начали работу вот над этим гимном, не сразу, вот, спустя какое-то время. Но, в принципе, написали музыку, текст вот был готов, сделали аранжировку и вот пригласили вот певца из Санкт-Петербурга, чтобы он, значит, в принципе, исполнил песню. С поздравлениями к жителям и гостям района обратились представители окружной власти, департамента внутренней политики, Наринмарского горсовета и многие другие. У нас герб, флаг, гимн. Это что, Виктор Николаевич? Это, наверное, ответственность, повышение ответственности. Сейчас все закончено, видите, вся государственная атрибутика у вас присутствует. Поэтому, действительно, вся эта торжественность, это не просто какая-то фраза, это не помпезность, это, наверное, то, что это дополнительное обязательство, в том числе, это дополнительная ответственность. Кроме того, на мероприятии были вручены почетные грамоты и благодарственные письма Заполярного района. Без поощрения не остались и авторы гимнов, не ставших победителями. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». В Наринмаре в общественной приемной партии «Единая Россия» состоялось заседание Президиума Совета регионального отделения партии в Нинском автономном округе. В ходе заседания обсудили реализацию партийных проектов. В «Единой России» давно используется проектный подход. Этот метод позволяет эффективно справляться с задачами и в социальной сфере, и в экономике, принимать необходимые, если нужно, оперативные решения. Партийные проекты формируются на основе предвыборных обязательств единороссов, становятся политическими приоритетами законотворческой деятельности как на региональном, так и на федеральном уровне. Всего на территории округа реализуется 15 партийных проектов, таких как «Здоровое будущее», «Старшее поколение», «Историческая память», «Народный контроль», «Новая школа» и другие. За каждым проектом закреплен куратор. На заседании Президиума Рексовета однопартийцы доверили курировать реализацию партийного проекта «Крепкая семья» Сергею Коткину, депутату Государственной Думы 7-го созыва и победителю внутрипартийного праймериза на выборах Госдуму 8-го созыва. Тот проект, который, наверное, я считаю наиболее важен с точки зрения федерального уровня. Почему? Потому что вот в этот непростой период, период уже полуторагодичной давности пандемии, вы видите, что на уровне федерального центра нашей самой большой фракции в Государственной Думе принимаются беспрецедентные меры по поддержке многодетных семей, материнства, отцовства, детства, несли поправки в Конституцию по материнству, отцовству и детству. Вот это тот институт, та ячейка, которую нам очень важно сегодня поддержать в этот непростой для всех нас период. На заседании Президиума Рексовета Единой России также утвердили кандидатуру выдвиженца партии на дополнительные выборы в Совет городского округа город Наринмар по избирательному округу Бортовой. На внутрипартийном праймеризе победила Елена Кислякова, руководитель Центра кадастровой оценки Ненецкого автономного округа, специалист с большим опытом работы в исполнительных органах власти, жительница города Наринмара. И знаю и вижу проблемы горожан, проблемы округа в целом. И думаю, что у меня есть достаточно опыта и целеустремленности, и вообще характера для того, чтобы стать депутатом. Поэтому решила попробовать, почему бы нет. Мандат депутата городского совета освободился после назначения председателя Совета городского округа Дениса Гусева с сенатором от исполнительной власти региона. Дополнительные выборы в Горсовет по избирательному округу Бортовой пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Елизавета Кабанова, Катрина Таибарей, Владислав Носкин, Телеканал Север. Вечер добрых соседей на улице Первомайской отметили с размахом. Мероприятие началось со знакомством жителей микрорайона с проектом, который занял второе место в рейтинговом голосовании национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Подробности в сюжете Василия Хатанзейского. Звонкий смех детей под веселые дворовые игры. Во дворе дома номер 34 по улице Первомайской проходит праздник День Добрососедства. В рамках гуляния жителям дома презентовали схему новой детской площадки и досуговой зону для старшего поколения, которая будет реализована в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Сегодня праздник Добрососедства. Добрые соседи этого дома Первомайска 34, они устают повторять, очень активные жители. Они выдвинули свой проект по комфортной городской среде. Их проект поддержали не только этот дом, но и горожане. Они заняли второе место. И этот проект будет реализован. Идея проекта зародилась еще в 2017 году. И когда он уже был разработан и согласован, дворовые территории исключили из концепции проведения конкурсных процедур, закрепив понятие «общественные территории». Поэтому проект остался ждать своего часа. Пока не появилась возможность подать идею проекта как общественную территорию, которая заняла второе место в рейтинговом голосовании. Идея родилась именно в 2017 году. И плюсом ко всему, когда проходят у нас какие-то собрания, с жителями мы общаемся на собраниях, каждый свои пожелания высказывает, кто что хочет видеть. Кто-то высказал пожелание, что хотят видеть у нас навесы над крыльцом каждому подъезду. Мы это реализовали, совет дома это реализовал. Кто-то высказал пожелание, что за домом хотят увидеть забор, чтобы машины туда не ставили. Совет дома это тоже реализовал вместе с жителями, активистами тоже дома на субботниках. Ну и также обсудили, что мы хотим видеть на площадке. С жителями соседних домов мы это обсудили. И вот так родился этот проект. Идею поддержал и депутат Госдумы Сергей Коткин. Жители непосредственно не низкоавтономного рука, жители этого района непосредственно участвовали в конкурсе. Был разыгран конкурс там, где мы будем строить в самое ближайшее время благоустройство территорий. И вот эта территория, они заняли второе место. Причем я посмотрел проект, конечно, замечательный, здорово. Ребятишки подходят, девчонки подходят, молодые. Им говорят то, что здесь будет. И видно, как глаза у них на самом деле горят. То, что им, безусловно, все очень понравилось. И дай бог, этот проект будет реализован. Напомню, в Ненецком округе с 26 апреля по 30 мая проходило голосование за обустройство общественных территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Проекты, занявшие рейтинговые места, будут реализованы в приоритетном порядке. Василий Хатензейский, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Шаг за шагом. Все больше социальных выплат переходит на национальную платежную систему «Мир», которая появилась в России в 2015 году как альтернатива международным сервисам. О том, какие социальные выплаты перейдут на карту «Мир» с 1 июля, расскажет моя коллега Елизавета Кабанова. С 1 июля часть социальных и пенсионных выплат переходит на национальную систему «Мир». Это обосновано федеральным законом номер 161 о национальной платёжной системе. Поэтому работники социальных служб и пенсионного фонда рекомендуют получить карту «Мир» как можно раньше, так как в дальнейшем все выплаты перейдут на эту национальную платёжную систему. С 1 июля необходимо перевести следующие выплаты на карту «Мир». Это выплаты тем лицам, которые подверглись радиационному воздействию, и выплаты на детей. Это единовременные пособия при рождении ребёнка, ежемесячные пособия на детей, также единовременные пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячные пособия детям, у кого папа проходит службу по призыву, и также компенсационные выплаты при рождении третьего и последующего ребёнка. Новая выплата на детей с 3 до 7 лет также будет переведена на платёжную систему «Мир». Что касается пенсий, изменения коснутся только тех граждан, которые получают деньги на международные платёжные системы. Исключение составят пенсионеры, проживающие в других государствах. В этом случае им нужно уведомить пенсионный фонд о том, что они проживают за границей. Тем, кто хранит деньги на сберегательные книжки или получают выплаты по почте, получать карту МИР не обязательно. После перехода на платёжную систему МИР гражданину необходимо написать заявление с новыми реквизитами и лично явиться в отделение социальной защиты. А вот в пенсионный фонд можно обратиться и удаленно. Тем, кто не успеет получить или оформить карту МИР, в течение 10 дней придёт уведомление от банка. В нём заявителю предложат вариант перевести деньги на счёт в непривязанной карте, либо получить деньги лично, иначе выплаты вернутся обратно в учреждение. По словам Алексея Вертмиллера, пенсионный фонд перечислит денежные и средства на реквизиты новой карты после того, как человек подаст заявление на смену реквизитов. Елизавета Кабанова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». На этом у меня всё. Далее смотрите прогноз погоды.